Всем привет, с вами Кинолист, и сегодня у нас 10 новых сериалов мая 2021 года. Последний месяц весны обещает стать более оживленным в плане свеженьких сериалов. Нас ждут драмы, комедии и несколько мультипликационных проектов с динамичным сюжетом. Не пропустите премьеры сериалов мая 2021 года. Звездные войны. Бракованная партия. Радостные новости для многочисленных фанатов Звездных войн. Первую неделю мая состоится премьера мультипликационного сериала по вселенной Звездных войн. Сюжет расскажет историю, произошедшую после событий войны клонов. В центре сценария группа уникальных клонов, наделенных очень необычными способностями. Фельдшеры. Наш список лучших сериалов о врачах мая обещает пополниться британским проектом, повествующим о тяготах жизни медиков. И хотя в реальности людям этой профессии приходится сталкиваться с множеством драм, создатели шоу решили добавить в него побольше юмора, ведь смех лучше лекарства. Girls 5 Ever. Легким музыкальным ситком от канала Peacock расскажет историю пяти девушек, сформировавших поп-группу в 90-х годах. Они жаждали славы и признания, однако добиться желаемого не всегда просто, даже если ты молода, красива и талантлива. Группа смогла выпустить лишь один успешный хит, однако спустя 20 лет у наших героинь появляется второй шанс вернуться на сцену. Не лишились ли они задора за два десятилетия? Наследие Юпитера. Netflix готовится выпустить адаптацию комиксов авторства Марка Миллера и Фрэнка Куайтли. Рейтинги шоу просто зашкаливают, а потому мы внесли его в наш обзор-премьер сериала весны. Создатели уверяют, что зрителя ждет эпичная супергеройская драма с элементами боевика. В центре сюжета история нескольких поколений супергероев. Первые представители рода стремились выполнить свою миссию и помогали слабым людям, однако их потомки решили, что дар их сверхсилы следует использовать лишь в личных интересах. Судя по трейлерам и тизерам, предстоящее шоу точно попадет в топ супергеройских сериалов. Госпожа. Какой бы ни была завораживающая игра престолов, реальная история борьбы за власть в разы увлекательнее своей правдивостью. Сюжет сериала расскажет историю жизни Ливии Друзилы, законной супруги легендарного Октавиана Августа, которой суждено стать матерью Тиберия, одного из самых неординарных римских императоров. Как повлияла эта женщина на жизни двух известных мужчин за громкой славой, о которых они не так мало помнят. Сценаристы обещают рассказать нам захватывающую историю, а если вам интересна жизнь древнего Рима, то загляните в нашу подборочку. Подземная железная дорога. Экранизация одноименного романа Ватхеда, попавшего в наш обзор книг про проблемы афроамериканцев. В книге подземка и впрям существовала, хоть в реальности это название имело переносный и метаморфический смысл. Кстати, за данный бестселлер автор получил Кулицерскую премию 17-го года. Главный персонаж сериала – молодая девушка по имени Кора, которая не посчастливилась родиться темнокожей в эпоху рабства в США. Волею судьбы Кора знакомится с новоприбывшим рабом его владельца, которому известно о тайной организации, спасающей беглых рабов от преследований. Слишком близко. Психологический триллер повествует о странном сплетении судеб двух, казалось бы, столь непохожих женщин. Судебный психиатр, доктор Эмма Робинсон, должна изучить свою пациентку, чтобы понять, виновна ли она и действительно ли опасна для общества. Несмотря на опыт, Эмме сложно понять Конни. Сеансы терапии превращаются в изошренную психологическую игру. Мадок. Необычный сериал от Хулу оценят поклонники Робоципа и любителей черного юмора. За главным героем выступает комичный суперзлодей из вселенной Марвел. Мадок. Существо, созданное для организации всевозможных катастроф. Планы у чудика наполеоновские, но лучше всего ему удается превращать катастрофу в собственную жизнь. Паника. Экранизация одноменного романа Лорен Оливер может стать одной из сильнейших драм весны. Сюжет бестселлера Оливер переносит нас в городок, где жители изнывают от скупки. И тут на помощь им приходит забава под названием Паника, в которой победителя ждет внушительный приз. Атака награда – это всегда сыр мышеловки.